Сани готовят летом, а государственный бюджет по осени. В Законодательном собрании Ульяновской области провели заседание. Депутаты профильных комитетов разобрали по сферам дохода и расхода финансового документа. Рассмотрен главный вопрос о внесении изменений в областной бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В рамках этих изменений увеличен объем доходов на 1 миллиард рублей за счет увеличения объемов налога на прибыль организации. И тем самым увеличена расходная часть областного бюджета. Полтора миллиарда рублей направлено на поддержку социальных слоев населения. Рассмотрели и законопроект, согласно которому участники спецоперации освобождаются от транспортного налога. Ранее в парламенте был принят подобный закон и на данный момент условия документа изменили. Соответствующие поправки в закон о транспортном налоге парламентарии вынесли во время заседания. Ранее в законодательном собрании был принят закон о реанимской области, который освобождает от транспортного налога транспортные средства мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. И в законодательное собрание поступило письмо супруге одного из военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с просьбой установить ремонт и расширить мощность двигателя до 200 лошадьевых сил. В эту позицию могут войти и грузовые автомобили. Глава финансового ведомства Наталья Брюханова предоставила точные цифры расходной и доходной частей бюджета. Общий объем доходов составит 89 миллиардов 655 миллионов рублей. Расходная часть областного бюджета в 2023 году увеличивается на 3 миллиарда 146 миллионов рублей. Общий объем расходов составит 98 миллиардов 669 миллионов рублей. Дефицит областного бюджета увеличивается на 2 миллиарда 141 миллион рублей и составит 9 миллиардов 13 миллионов рублей. В бюджете 2024-го доходная часть идентична, а расходная будет более чем на полтора миллиарда меньше.